В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Подозреваемый в убийстве трехлетней девочки Харитон Горячкин признал свою вину. Сообщают в следственном управлении областного следственного комитета. Тело ребенка с многочисленными ушибами и ожогами обнаружили в квартире 31 января. Причиной смерти стал разрыв в печени. Виновником трагедии следствие считает 27-летнего самарца, который жил с матерью погибшей. Ранее свою причастность к преступлению он отрицал. Мужчину арестовали на два месяца. Вскоре его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Два высокопоставленных самарских таможенника попались на взятки. Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей начальника самарской таможни по тыловому обеспечению. Дмитрий Игонина и Андрей Левкин подозревают в получении взятки почти в 200 тысяч рублей. Именно эту сумму, по данным следствия, им передал предприниматель. Взамен ему пообещали содействие в приеме и подписании документов, подтверждающих исполнение государственного контракта на оказание услуг на сумму около двух миллионов рублей. Мужчин задержали с поличным сразу после получения денег. Наркоторговцы, державшие в страхе Похвестнева, задержаны. Спецоперацию по захвату преступников провел отряд спецназа Самарского областного управления наркоконтроля. Семейный паре продавцам дели грозит до 20 лет лишения свободы. На часах было 7 утра, когда в обыкновенной на вид Похвестневской квартире грянул гром. Спецотряд с таким названием застал чету наркоторговцев врасплох. Они еще не жились в постели. Поняв, что деваться некуда, отпираться наркодилеры не стали. Имеете что-либо в запрещенной квартире? Имею наркотики для собственного употребления. Имеете наркотики? Для собственного употребления. Понятно. Где лежат наркотики? Ну, под креслом. Более 30 пакетиков героина в удобной для сбыта упаковке были спрятаны по всей квартире. Немудреные тайники оперативники обнаружили в креслах, холодильнике и даже в пианино. Общий вес изъятого зелья более 100 граммов, что считается крупным размером. На черном рынке такая партия стоила бы более 100 тысяч. Что касается самих драгдилеров, женщина в поле зрения полиции попала впервые. А вот глава семейства уже несколько раз был судим за торговлю наркотиками и убийство. Из-за этого стороной и обходили нехорошую квартиру соседи. Зато клиенты, наркоманы выстраивались в очередь. Гражданин В. известен был местным правоохранительным органам своим буйным характером. На него постоянно поступали жалобы от соседей о том, что он носит с собой охотничий нож, угрожает соседям. Кроме того, поступали жалобы о том, что постоянно к нему приходят люди в наркотическом и алкогольном опьянении и устраивают дебоши. Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, силовикам предстоит выяснить, где наркоторговцы закупали зелье. Запасы лет на 10 вперед. Целых 3 тонны такое количество алкоголя в своем гараже в советском районе хранил 49-летний житель Самары. И, как выяснилось, не только хранил, но и продавал всем желающим. Водка, коньяк и другие напитки, горячительные на любой вкус, расходилась на ура. О незаконной торговле алкоголем полицейским сообщили бдительные местные жители. Документов, подтверждающих качество алкоголя, у мужчины не оказалось, как и разрешения на торговлю. 151 резиновый адрес ликвидировали в Самаре. Так, сотрудники миграционной службы называют квартиры, где по документам прописаны десятки, а зачастую и сотни человек. Дело в том, что на время контракта трудовые мигранты должны иметь регистрацию. Этим часто пользуются владельцы недвижимости, которые, разумеется, не бесплатно прописывают у себя иностранных гостей. При этом живут гастарбайтеры в других местах. С этим явлением, получившим широкое распространение, в последние годы активно борются. Сотрудники областного УФМС зарегистрировали в Самаре антирекорд. По одному адресу по бумагам числилось 300 человек. Во время последнего рейда надзорные органы выявили еще две квартиры с фиктивными прописками. Хозяева жилья уверяют, что стали жертвами недоразумения. Более того, собственница одной из помещений пояснила, что никогда их там не видела. И, скорее всего, они были поставлены на миграционный учет с нарушением требований законодательства о миграционном учете. В данном случае мы приняли решение о проведении проверок в отношении данных граждан Российской Федерации, которые поставили на миграционный учет, и по результатам будет принято решение о привлечении к административной ответственности. Не платишь зарплату – жди неприятностей. В Следственном комитете Самары завели уголовное дело на генерального директора управляющей компанией МПО ПЖРТ. Коммерсанта подозревают в воровстве у собственных сотрудников. По предварительной версии, руководитель коммунальной конторы в прошлом году снял со счетов компании более 12 миллионов рублей, которые должны были пойти на зарплату и погашение долгов. Но гендиректор деньгами распорядился, иначе более трех месяцев платил зарплату сотрудникам лишь частично. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Планируется дальнейшее предъявление обвинения, подозреваемое направление уголовного дела в суд. Санкция статьи предусматривает наказание как в виде штрафа, так и принудительных работ, вплоть до лишения свободы на срок до одного года. До двух лет лишения свободы грозит 29-летней жительнице Самары, которая обчистила офис турагентства. По данным полиции, раньше девушка являлась сотрудником организации, вот только устроилась она туда по поддельному паспорту. Сделав дубликат ключа, задержанная под покровом ночи проникла в помещение и вынесла оттуда практически всю мебель и оргтехнику. Стоимость похищенного составила 100 тысяч рублей. Не учла злоумышленница, что за всем происходящим следила камера видеонаблюдения. Ориентировки с лицом подозреваемой тут же разошлись по всему городу. Задержали девушку в метро. При себе у нее был похищенный ноутбук и несколько поддельных паспортов. По словам самой девушки с руководителем турагентства, у нее были личные счеты. А вот полицейские уверены, что подобные преступления задержанная совершает не в первый раз. В настоящее время следствием устанавливается, куда реализована часть имущества. Некоторая часть имущества была изъята в ходе обыска по месту жительства данной гражданки. У следствия есть основания полагать, что она может быть причастна к ряду преступлений, совершенных на территории Самарской области. Чтобы задержать преступника, оперативникам нужно хорошо бегать, а инспекторам ДПС еще и ездить. Навыки скоростного маневрирования на патрульном автомобиле продемонстрировали госавтоинспекторы Самары. В городском этапе конкурса профмастерства приняли участие 60 полицейских. На счету каждая секунда полосу препятствий инспекторам ДПС необходимо пройти за минимальное время. На соревнованиях от этого зависит оценка судьи. На боевом посту может зависеть жизнь человека. Юрий Плотников в полиции служит уже 5 лет. Высокое мастерство вождения не раз помогало ему догнать нарушителей. Работа признается не из легких, но о ней мечтал с детства. Думаю, каждый мальчишка с детства хотел работать инспектором ЕБДД. То есть это все связано с транспортом, с оружием. Соревнования очень важны для повышения квалификации сотрудников. Видите, все собрались, чтобы посмотреть друг на друга, кто как ездит и сдать нормативы. Показать лучший результат непросто. На заснеженной дороге машина слушается лишь умелых водителей. Лучшие преодолевают полосу препятствий примерно за минуту. Участие в конкурсе профмастерства приняли 60 самарских инспекторов. У нас по требованиям к конкурсу допускаются сотрудники, прослужившие в ЕБДД более трех лет. И первенство и соревновательный эффект присутствуют. Сотрудники полиции стараются обойти друг друга. Для них это стимул улучшить свои знания и теоретически, и практически. Курсы допускаются лучше из лучших. Победители городского этапа примут участие в областных соревнованиях, а затем отправятся в Москву, чтобы отстаивать честь Самарской области уже на всероссийском конкурсе. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok